Единовременную выплату в 5000 рублей получат все пенсионеры, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда России по старости, инвалидности, потере кормильца, социальные пенсии, постоянно проживающие в нашей стране, являющиеся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря этого года. У нас есть пенсионеры силовых ведомств, которые у себя получают пенсию по выслуге лет и получают долю трудовой пенсии. Поэтому те, кто получает долю трудовой пенсии, будут получать эти 5000 у нас через органы Пенсионного фонда. Выплаты начнутся в январе следующего года. Никуда дополнительно обращаться не надо, сообщает в Пенсионном фонде. Те пенсионеры, которые получают свою ежемесячную пенсию во второй половине месяца с 13 по 22 число, получат единовременную выплату вместе с пенсией, говорят в Пенсионном фонде. Те, кто получают пенсию в начале месяца с 3 по 12 число, получат ее, а затем единовременные 5000 с 13 по 24 января с доставкой на дом или в кассе организации, доставляющей пенсии. В связи с январскими праздниками выплата начнется с 13 по 24 января. Никаких заявлений писать не нужно. То есть это все выплаты будут производиться на основании документов пенсионного дела. На территории Пермского края такие выплаты получат больше 800 тысяч человек. И общая сумма расходов составит больше 4 миллиардов рублей. Тем пенсионерам, которые привыкли получать пенсии на свои сберегательные книжки или банковские карты, единовременные выплаты поступят на счета с 13 по 16 января. Еще раз обратите внимание, единовременная выплата будет дополнительным плюсом к тем пенсиям, которые получает в январе. Единовременная выплата 5000 рублей будет производиться тем гражданам, которым назначены пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации или по линии силовых ведомств. Есть различные ежемесячные денежные выплаты, есть различные выплаты, связанные с компенсацией расходов по коммунальным затратам. К получателям таких выплат, на получателе таких выплат, вот эта единовременная выплата не распространяется. Если пенсионер в январе по каким-то причинам не сможет получить единовременную выплату на дому или в кассе организации, доставляющей пенсии, например, будет в отъезде. Его 5000 не пропадут. Их пенсионный фонд доставят позже привычным для пенсионера способом. Продолжение следует...